Демография Домашний совет постановил, что нужно разводить крупный рогатый скот. Начали с одной коровы, потом подкопили и купили еще одну. Сейчас в подворье три коровы и телята. Молоко, масло, мясо, овощи с присадебного участка не только наполняют рацион членов семьи, но и позволяют неплохо зарабатывать. Получив финансовую помощь, кулагины далее сделали все сами. Вплоть до шлакоблоков, из которых сложены надворные постройки. Я знакома с этой замечательной семьей многодетной. Наталья Александровна у нас является социальным работником, которая зарекомендовала себя очень, очень хорошо. У нее на обслуживании сейчас находится пять человек, которые просто, мягко говоря, обожают. Очень хорошие отзывы о ее работе. Успевает все. Вы видите, какой у нее дом, какое у нее хозяйство. Работа скорее по призванию, нежели по необходимости. Подопечным Наталья бесплатно носит молоко от своих коров. Существует даже очередь среди пожилых жителей села на обслуживание Натальи. В доме кулагиных не просят и не требуют. Здесь знают, всего можно добиться своим трудом. А государство обязательно поможет. Павел Половов, Юрий Ломатов. Новости Улл. Правды ТВ. Новости Улл. Правды ТВ.